здравствуйте друзья еще одна неделя прошла на нашей стройке вы видите уже так более-менее гараж оформляется так что тут тут у нас что стены конечно когда уже стены то хуже видно что происходит но мы сейчас посмотрим тут должна была быть дверь но надо сказать чтобы сделали раз уговор друзья дороже денег а вон там уже дверь смотрите как дверь с окошек с окошком да прям как крыльцо какой то мы решили сделать такую french door и окно скажи по простому что такое french door это которая дверь на стеклянная но висит на навесах ну открывающиеся двери обычно по моему там еще должны быть такие крестики нет это крестики это они внутри ставятся они не несут на себе не так хорошо а это просто вы стеклянная дверь единственно что конечно вид там за заборному телом из непрозрачного стекла да здесь продаются дивные совершенно пленки мы на сделаем она вот красивая как будто такая хрустальная хорошо так что ты видишь вот ну стены появляются да да и там стены и тут такое ощущение что это как раз стена старая она не тронутая судя по деревяшкам но вот это то есть в ней есть новые доски вот я вижу вот эта доска новая и вот это это старая и вот это старая тут что-то вообще непонятно какая-то она так наружные стены наружные стены практически новые хотя тоже не все вот видишь да вот как это новое все нет это палки палки вот почему а потому что по расчету вот этого страх чего инженера сейчас новая мулька они теперь говорят что несущие стены раньше такого понятия вообще не было дом где стоял на этих опорах да и все да а теперь они хотят для укрепления прочности дома делать эти несущие стены это называется еще вот это вот фигня которая делается она несет на себе нагрузку как жесткость и я понял то есть вот это вот эта фанюра оно одновременно является ребром жесткости мы не ребром она является просто поверхности до которые отвечают в домом жесткость Я понял, я понял. Что там говорить-то? А тут что это, Света? Куда это окно, Света? Ну как, куда? Это спальня? Ага. Друзья, это спальня. Ну... Так, вот там вход в углу. Да, в той спальне нет входа, а в этой есть. Так, то есть та спальня пока обходится без входа. Это туалет, видимо, да? Туалет. Это не туалет, нет, это closet, walking closet. Это walking closet. Выглядит, знаешь, как рубка на корабле. Нет, на самом деле, обрати внимание, что если вот это спальня, у нее такой еще хороший walking closet. Да. Тут сделаем полочки там со всех сторон. Это будет очень даже себе... Так, ну давай на спальню поглядим. Вот это, друзья, спальня. Сколько квадратных метров или футов? Я думаю, 12. Квадратных метров. Да, побольше тоже. Так. Что это вот у нас тут? Там туалет уже. А, вот это уже туалет. Это мастер, мастер спальни. Мы видим, тут сантехника будет подключаться. Прямо из стены идет, родная. Ты смотри, что творится. Так, ну пошли. Давайте туда прос... Пока можно проскользнуть. Я проскользнул. Значит, это туалет. Из туалета мы проходим в... Ой-ой-ой, мастер-бедрум. Да. Это мастер-спальня. Так, это будут слайдин-дорс, да? То есть они... Здесь в мастер-спальне... Нет-нет, поближе подойди, там никто не услышит. В мастер-спальне около 17 квадратных метров. Вот это вот. Да. Так, ну-ка давай я в угол самый зайду и покажу. Вот это вот мастер-спальня. Так, это из нее туалет. Да, и у нее же шкаф. И у нее же тоже вок-ин-клозет. Небольшой. Ну, слушай, тут везде не такой большой. Небольшой вок-ин-клозет. Так, а что это вот там за стеной? Ты знаешь, что там за стеной была оригинальная спальня. И она была очень маленькая. Там было, наверное, 9 квадратных метров. Так. И мы практически ничего не меняем. Ты видишь, вот это все стенки старые. Старые. Вообще, эта стена вообще вся старая. Вот это. Практически, да. Практически. Мы ничего не выдвигая и не передвигая. Так, а вот они тут... А, это временная подходка. Да. Сохранив все старые стены наружные, все-все-все-все. Все-таки сделали ее метров 12. А за счет чего? А тут был шкаф у них, мы его убрали, да? Так. Вот. Это сам сделали за счет своего помещения. Вот такой хороший большой шкаф. Вот он клозит. Вот. Ну, и как-то вот так вот расширили буквально из ничего. То есть вот здесь, вот эта вот часть пола, да? Здесь все старые. Смотри, вот эта стенка старая, вот эти все стенки старые. Ага, тогда я не понял, где три квадрата метра. Это же только за счет шкафа? Ну, тут как-то вот шкафы были так хитро сделаны, что они отъедали часть этой комнаты. Она была, наверное, вот как-то вот отсюда, потом там еще шкафка, ну, в общем, просто так. Но мы ничего не меняем, сделали нормальную полноценную комнату. Ну, так что, получается, что у нас уже низ как бы есть, вот крышу надо менять. Крышу, да, они пока не меняют ее, потому что весь дожди идут. И тут у нас прорвало, вот то, что ты в прошлый раз снимал. Вот я, кстати, не вижу. Где протекло? Где протекло, но они сказали, что, конечно, прорвало, потому что целую ночь шло. Ну, там тряпка эта порвалась где-то, да. Да, да, да. Так. И сказали, ну, вроде сейчас они специально сняли все, чтобы продувалось. Так там хотя бы просохнет. Хорошо. Идем-ка сюда теперь. Так, и это у нас будущий living room, да? Family. Family, я извиняюсь. Family, а вон там кухня в конце. Там в конце кухня перед гаражом, стена гаража. Так, и разворачиваемся. Тоже sliding door. Да. А у нас есть что-то такое, что там наметки? Что будет дальше? За вот, ну, в смысле, с землей что будет сделано? Ну, ты знаешь, что, поскольку у нас задача сделать все минимально просто, это же ринтованное жилье, ничего мы там не будем особо вогородить. Ну, что травка, что там будет? Вот травку никакую не будем делать. Травка нуждается в том, чтобы ее подстригали. Может, камушков каких-то накидаем, там, сделаем такие маленькие, такие, есть камушки такие уже. Ну, если у людей, например, дети, то у них не будет там травки поиграть. Нет, у них не будет это ориентованное жилье. Значит, такие есть специальные, знаешь, уже отлитые цементные. Конечно, плиты такие есть, да. Делать и такую патио. То есть, просто замостить, как бы. Ну, чуть-чуть. Ну, то, чтобы было, нет, но патио будет какое-то. Да, какой-то патио. С забором надо будет, наверное, этот забор новый. Забор надо будет весь много делать. И вот с той стороны забор нужен другой, да? То, с той стороны мы не будем трогать его, он так останется, как есть. А справа у нас... У них что-то прямо дыры видны. Вон, видишь, как это расползлось. Видишь, прямо ободранный край. Да, да, местами, местами. Эта пленка, как бы, оказалась не такой надежной. Ну, а что меня радует, знаешь, что это было буквально в прошлые выходные, мы здесь были, и дождь шел с воскресенья на понедельник. Да. Вот неделя прошла, да, я уже даже не вижу, где следы этой воды. То есть, они сказали так, что если будет пленка, то она не сможет сохнуть. Поэтому пленку тут же сняли, чтобы все-таки ветер продувал, и чтобы все высохло. И солнышко, и ветер, нет, сейчас отлично. Да, и все просохло, и непонятно даже, где была вода. Вот здесь, может быть, да? Непонятно. Я хочу сказать, Свет, что они тут еще, смотри, сколько дровишек, да. Вот тут еще же надо целую крышу, крышу целую делать. То есть, это вот именно под будущую крышу все. Вот эти большие балки, конечно, вон, видишь, какие они толстые, большие, огромные. Да, да, громадные. Они должны все смешать. Слушай, это же цельный кусок. А нет, это две, но все равно большие. Вот так половинка, вот она. Здесь половинка, очень, очень, очень большие. Они должны лежать. Вот у меня здесь, где-то тут сантиметров 27-28, вот так, да. Видишь, какие-то из них цельные. Это вот это просто из дерева, это не склеено. Да, да, деревяшка. Это просто деревяшка. Вот эти внизу деревяшки. Ну что, пойдем, через недельку еще заглянем. Музыка. Музыка. Субтитры подогнал «Симон»